Мы продолжаем лекцию, вводную в курс, посвященную географическому положению и природным условиям Испании. В первой ее части мы говорили о географических границах Пиренейского полуострова, об основных горных системах Испании и основных реках. Сейчас мы перейдем к разговору о почвах, флоре и фауне Испании. Здесь, конечно, надо оговариваться, что неизбежно, при неизбежном разговорах о почвах, флоре, фауне, мы опираемся очень во многом на современное состояние почвы, флоры и фауны. То, что было в средние века, то, что было в античности, мы отчасти знаем по письменным источникам, слава богу, их сохранилось достаточно много. Мы что-то знаем по археологии, но это все, конечно, реконструкция. И только знание современного состояния флора и фауны Испании позволяет в сравнении с ним более уверенно делать какие-то заявления о растительном и животном мире Испании, древней и средневековой. Начнем с почвы. В Испании представлены практически все виды почвы, кроме чернозема. Чернозема нет как класса. Подзол, бурозем, торфяники. Допустил опечатку на слайде. Торфяники, полупустынные почвы, соответственно, юго-востока, полуострова. Да, это те же буроземы, буро-красная почва. Собственно, если вы едете, например, из Мадрида в Севилью, или из Мадрида в Валенсию, или в Тарвьеху, или в Мурсию, и едете вы туда на поезде, то очень видно, как, собственно, уйдя за пределы центральной кордильеры, уйдя в южную часть полуострова, по обе стороны от поезда начинают тянуться просто красного киноварно-красного цвета откосы. И это не потому, что их разумеется, красят, да, потому что сама почва там красноземная, прежде всего. Соответственно, в низменностях, в долинах рек, в особенности на юге, довольно богатая олливиальная почва, что позволяет растить там значительное количество тропических и субтропических растений. Флора Испании самая богатая в Европе, по официальным оценкам. Это не моя увлеченность предметом изучения, это просто установленный факт. Флора самая богатая в Европе, почти тысяча видов только эндеймиков, то есть растений, которые берут свое начало, да, на Пиренейском полуострове, они не занесены туда когда-то кем-то, они там родились и развелись, и выросли. При этом понятно, что с севера на юг характер местности будет меняться, и будут, ну, на прошлом слайде вы могли обратить внимание на два вида лесов, да, сосновый лес в районе Сории на верхнем кадре, да, вот здесь перед вами пробковый дуб, одно из самых распространенных деревьев Юга, Испании, Андалусия, вся покрыта пробковыми дубами и не только впрощевыми, да. Вот к югу активно появляются североафриканские виды растений, это уже не эндемик, это занесенные, занесенные прежде всего арабами, конечно. Из культурных растений арабы завозят пальму. Обратите внимание, что в Испании пальмы растут вот дикорастущие, да, по большей части страны, вот. Тем не менее, в древности гораздо больше широколиственных лесов, это самая разнообразная дубра, вы видите несколько вариантов, да, каменный, кермесовый, перенейский, пробковый дубы, но там же и буки, каштаны, тополи, ясени, клены, вязы, липы, дикие ливы, на севере страны березы, ивы в речных долинах и так далее, так далее, так далее. То есть, древняя Испания, вот то, что мы знаем, она покрыта в основном широколиственными лесами. Сейчас другое, сейчас подавляющая часть страны, там, где сохраняется дикая природа, да, она покрыта растениями другого типа. В основном жестколистные, хвойники, вечно зеленые кустарники, поскольку гораздо более сухой климат. Помните, мы говорили в прошлой части лекции про то, что в древности реки Испании имеют и ледниковое, и дождевое питание, да, а сейчас в основном дождевое. То есть, Испания сейчас гораздо более засушлива, чем была две тысячи, полторы тысячи, тысячу лет назад. Вот, поэтому сейчас гораздо больше пихт ели, мышевельников, больше сосен, пиней. Осталось из древних растений трошковое дерево, есть тополя, но не так, чтобы очень много. Собственно, помимо иссякания рек, помимо иссякания ледников, и стало быть, установление более засушливого климата, следует вспоминать и антропогенный фактор изменения климата. Я даже сейчас не о городах говорю испанских, я говорю о том, что на протяжении сотен и сотен лет шли активные вырубки лесов. Уже в средние века мы видим дерево одним из дорогих материалов, практически никогда не использующееся в строительстве. То есть, если вельможа, король, магнат, просто богатый человек хотели продемонстрировать свое богатство, ну, например, они делали в своем палате, в своем дворце наборный деревянный потолок. Вы можете видеть такие, например, в Толедо, в Сан-Хуан-де-Лос-Рейес, в монастыре Святого Иоанна Королей, да, по постройке 15 века. Наборные прекрасные деревянные потолки в знаменитом стиле Исабелин. Вот. Не только там, это просто одна из точек, которая сразу в голову пришла. Вот. Наборный деревянный потолок, наборные деревянные полы встречались в разы реже, и это уже признак шика, да, это не просто богатство, это кич. Потому что дерево – безумно дорогой материал. Строительный материал, конечно, камень. Вот. Соответственно, сейчас есть леса, которые используются на строительство, на отопление, но в основном лесистые склоны Испании – это охотничьи угодья, причем частные. Опять-таки, обратите внимание, когда вы едете по дороге, по любой автомобильной дороге в Испании, практически по любой, вы можете остановиться в произвольном месте, ну, за городом я имею в виду, да, и с вероятностью 9 против 10, то есть 90% вероятностью, вы увидите, что сход с дороги будет перекрыт или сразу, или там несколько шагов сделаете, и будет перекрыт, будет стоять проволочное ограждение, и где-нибудь рядом будет висеть табличка «Кото привадо де касса» – частные охотничьи угодья, ходить запрещено. Вот, собственно, в основном как раз склоны холмов и гор Испании – это либо частные охотничьи угодья, либо угодья для выпаса скота сейчас. Вот, а на снимке, видите, один из редких случаев, когда я показываю не дерево, а цветок. Это анимон, один из видов анимона, который растет в горах Астурии. Перейдем к разговору о животном мире Испании, и здесь я начну с того же замечания, которое уже делал применительно к флоре. Фауна Испании – самая богатая в Европе до сих пор. Гармонично сочетается общеевропейский, как бы сказать, ландшафт фауны, да, общеевропейский ассортимент видов и средиземноморско-африканские виды животных. Так, богат выбор травоядных млекопитающих. Сейчас уже не так богат, конечно. Сейчас вот разве что дикие кабаны распространены предельно широко. Олени тоже довольно часто встречаются. А вот лани, косули, серны, горные козлы – вот их в Испании сейчас, ну, не то чтобы совсем не осталось, но осталось значительно меньше, чем было даже в Средние века. Их вывели, во многом истребили охотники. Из хищных млекопитающих распространены, сейчас довольно сильно распространены волки, лисы, и на юге испанская рысь. А вот медведи сейчас существуют гораздо реже, их осталось гораздо меньше. Они находятся под охраной правительства Испании. Вот грызунов по-прежнему много, хотя опять-таки каких, да, кролики и зайцы-русаки в основном, хорьков осталось меньше, куницы почти совсем не осталось. Впрочем, это не мешает, как бы сказать, это не означает, что там больше никого нет, там много других видов и грызунов, и хищников тоже есть. Поэтому одно из самых ранних занятий испанского населения, фиксируемых самой глубокой древности, это, конечно, охота. В частности, маленькую римскую пластику, вы видите на снимке, это скульптурная группа охота, вот как здесь сделана из бронзы, то, что сейчас хранится в археологическом музее Мадрида. А вот с такими ножами, да, обратите внимание на кинжалы берийской культуры, очень похожие охотничьи ножи, поэтому, собственно, этот кинжал на подписи обозначен двумя видами. Да, кинжал, пунняль и охотничий нож. Вот. С такими, собственно, ножами охотились и римляне, и иберы. Вот. В Испании, да, вернемся к фауне, в Испании огромное количество птиц. И было раньше, и есть сейчас. По-прежнему очень много орлов разных видов. В значительном ассортименте представлены совы, и отряд совиных, семейство совиных виноват, представлено очень богато. Дятлы, кукушки, глухари, бекас, куропатки и прочие разные перепела тоже в изобилии существуют. Вот. Из водоплавающих птиц, конечно, это гуси-утки. Это знаменитые испанские фламинго, которые в изобилии живут на востоке полуострова, в районе Валенсии, прежде всего. Аисты, которые распространены по всей Испании, и сложно проехать через центральную Испанию и не заметить на колокольнях или на высоко уходящих трубах, старых, в средневековых трубах, гнезда аистов огромные. Много змей, хотя, в отличие от аистов, скажем, и фламинго, найти змею надо постараться. Поскольку змеи не живут рядом с человеком, прежде всего ядовитые змеи, конечно, да, но если вы заберетесь, скажем, в Пиренеи или в Иберийских горах, решите побродить вдалеке от человеческого жилища, или вдруг вас понесет куда-нибудь по Сьерра-Морейде, вы вполне можете наткнуться на, скажем, асписовую гадюку, это на севере, да, курносая гадюка, это в основном юг полуострова. Вот смертельно ядовитых змей в Испании нет, то есть конкурентов, ну, скажем, не знаю, среднеазиатской гюрзе или эфе, да, в Испании нет, слава богу. Но даже те, кто есть, могут доставить ряд неприятных моментов. Зато на юге водится огромное количество самых разных ящериц, включая, собственно, хамелеонов, ну и прочих, опять-таки. Вот. Но давайте вернемся к птицам. Уже с древности, повторюсь, изобилие птичьей фауны привлекало внимание, в том числе и деятели искусства, те, кто как-то пытался это осмыслять и отражать в искусстве. Смотрите, фазаны и утки на римских мозаиках II-III веков нашей эры, это Национальный археологический музей Мадрида. Светильник в форме павлина, традиционный христианский язык, символ, да, но, тем не менее, еще и птица, которая там водилась, которую там легко было встретить. Знаменитые формы, знаменитые фибулы, пряжки в форме орлов. Их мы с вами еще посмотрим, когда будем разговаривать про Вестготов более подробно. Наконец, даже голубь, испоминавшегося мной уже монастыря Сан-Хуан-де-Лос-Рейес, вы видите на маленькой фотографии номер 6, это горгулья, да, горгулья, сделанная в виде голубя, то есть водосточный жёлубь, собственно говоря. То есть птиц в Испании всегда было очень много, и, слава богу, остается в изобилии еще сейчас. Таким образом, подводя небольшой итог, уже в древности традиционный спектр занятий населения Испании и иберийского, и ибероримского, да, когда пришли римляне, включал в себя прежде всего охоту, животноводство, разводили птиц домашних, разводили влекопитающих, земледелие, выращивали, собственно говоря, издревле выращивали виноград, выращивали, собственно говоря, зерновые культуры, да, выращивали оливки, конечно, арабы принесли пальму, начали выращивать пальмы. Вот, то есть получается охота, животноводство, земледелие, и достаточно рано в римскую, а вообще-то даже в доримскую эпоху, эпоху культуры Тортес, отмечается начало горных разработок в поисках полезных ископаемых. Ну, давайте мы на этом остановим пока разговор о флоре, фауне и почвах Испании и перейдем к последнему эпизоду этой лекции, к разговору об основных формах сельского хозяйства Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok